Добрый день, дорогие друзья! Позвольте представить вашему вниманию уникальное издание, выпущенное издательством «Русский остров. 70-летие Великой Победы». Это исторический альбом «Сражаясь за Родину. Фронтовые подвиги приморцев в Великой Отечественной войне» с 1941 по 1945 год. Книга содержит ценные исторические факты о героических подвигах приморцев в годы войны. Рассказывает о боевом пути воинских частей Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота, ушедших на фронт из Приморья. К сожалению, официальная история до сих пор обходила эту тему стороной, и поэтому об этом написано и сказано до обидного мало. Но благодаря инициативе и усилиям Департамента внутренней политики, Администрации Приморского края, Приморского краевого совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, издательство «Русский остров» было создано на сегодняшний день самое полное историко-документальное издание, в котором пусть и обзорно отражены самые яркие подвиги наших земляков, сражавшихся за свободу Родины. К работе над созданием этого красочного информационного издания были привлечены историки, краеведы, военные, журналисты и семьи участников Великой Отечественной войны. В альбоме вы найдете уникальную информацию об участии приморских полков, дивизий, моряков, тихоокеанцев во всех ключевых событиях и сражениях Великой Отечественной, в обороне Ленинграда, в Сталинградской битве, в битве за Днепр, в освобождении всей Восточной Европы, ну и, конечно, в битве за Москву. Известную формулировку «Сибирские полки спасли Москву» сегодня можно смело поменять на «Приморские полки спасли Москву», поскольку в решающий момент битвы за столицу вступление именно дивизии с Приморья сыграло важнейшую роль в переломные сражения и переходе Красной Армии в наступление зимой 1941 года. Из книги вы также узнаете, что некоторые места сражений, где бились приморцы, имеют богатую боевую историю, уходящую корнями вглубь веков. Речь идет о боях на двух самых важных российских воинских святынях Куликовом и Бородинским полях. Так, в октябре 1941 года первой приняла бой на Бородинском поле легендарная 32-я стрелковая краснознаменная дивизия, участница хасанских боев. Наши земляки здесь показали себя достойными славы русских героев 1812 года. А в ноябре 1941 года на Куликовом поле отличилась 239-я стрелковая краснознаменная дивизия, сформированная и отправленная на фронт из города Ворошилова, ныне город Уссурийск. Дивизией было захвачено большое количество трофеев, включая полковое знамя врага. На страницах книги представлены архивные данные, которые были закрыты на протяжении многих лет. Фотографии военного времени, копии фронтовых писем, карт, наградных листов, копии страниц фронтовых газет «Ворошиловец», «Красный стрелок» и «Красноармейская звезда», в которых отражены суровые боевые будни советских бойцов. В книге приведены фото и ценные исторические факты о героях из Приморья, в том числе из города Ворошилова. Как уроженец города Ворошилова, ныне Уссурийска, Драгунов Никифор Андреевич с небольшой группой бойцов под деревней Бочарова в августе 1942 года на открытом месте отремонтировал поврежденную немецкую технику и на глазах противника под сильным артиллерийским и пулеметным огнем увел в свою часть. После войны фронтовик Никифор Андреевич, кавалер Ордена Красного Знамени и двух медалей за отвагу живым и невредимым вернулся в родной город Ворошилов. Альбом украшен копиями работ к отдельным эпизодам Великой Отечественной войны профессиональных художников Евгении Галактионовой и Елизаветы Ленковой. В 2015 году издательство «Русский остров» за исторический альбом «Сражаясь за Родину» фронтовые подвиги приморцы в Великой Отечественной войне 1941 по 1945 год было удостоено на дальневосточной книжной выставке-ярмарке «Печатный двор» почетным дипломом и бронзовой медалью. Несмотря на то, что тираж книги составляет всего полторы тысячи экземпляров, ее можно найти в фондах библиотек МБУК-ЦБС Уссурийского городского округа, где любой желающий может прикоснуться к подвигу наших земляков, героев-победителей.